Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Мода это не только то, что носят, но и то, о чем говорят. Поговорить о фэшн-индустрии со всеми ее постоянными и переменными категориями в одном уютном месте собрались несколько десятков челябинских модниц. Подробности далее. Совершеннолетие дружбы – прекрасный повод поделиться накопленными знаниями с другими. Именно по этому поводу состоялся мастер-класс «Мода. Постоянные и переменные». К постоянным категориям моды относятся свойства одежды отражать род занятий и социальный статус человека. Переменные, в свою очередь, отражают дух времени, экономический и культурный фон эпохи. Опыта моря. Это и показы, и съемки, и поездки, и открытия магазина, и съемки, и всевозможные телепередачи, реалити-шоу. То есть есть опыт, есть багаж, и этим нужно делиться. Это своего рода такая профессиональная психотерапия, мы ее назвали. Поделимся опытом, поделимся практическими рекомендациями. И я думаю, что самые модные тренды, мы их обязательно озвучим. И те постоянные, которые всегда существуют в моде, которые нужно знать и на которые нужно опираться, потому что на них на все уже постепенно нанизываются все новые видения. Те, кто живет модой, и те, кто просто интересуется ей. Этот мастер-класс собрал истинных ценителей красоты и стиля. Я большой друг Александры Слеско и Натальи Андреяновой. Мы идем с ними по жизни вместе, создаем вместе настроение нашего города. Могу так сказать, глобально, если да. Мы очень любим моду. Мы всегда в каком-то движении, в интересных проектах. И сегодня это такой дебют у девчонок, такой познавательный проект, новое что-то. Я считаю, что нашему городу крайне необходимы и не хватает интеллектуальных событий, особенно связанных с красотой, с миром моды. Ведь творить, создавать красоту – это очень интересно, здорово. Посоветовала моя дочь. Она сказала, что будет очень интересно, увлекательно, но сама, к сожалению, не смогла пойти. Ну, хочется, да, какого-то внутреннего вдохновения для того, чтобы и формировать гардероб свой, и деловой, и спортивный. И в том числе узнать новинки, которые придут. И поговорить о том, что такое костюм исторический, да, как он преобразовывался. Узнать о том, что будет нового у нас в весенних трендах. Тема девок, которые они подготовили. Мне вот интересно саму сутью хватить. То есть, что бы хотели и чем поделиться наши две прекрасные девушки. Контрасты и нюансы современной моды, линии, цвета и фактуры, коммерческие тенденции и способы выражения индивидуальности. На этой встрече мода отражалась во всех ее проявлениях. Последние недели уходящего года – время подведения итогов. Финалы конкурсов, раздачи премий, планы на будущее. О том, с какими результатами закончился очередной сезон проекта «Мамочка года» смотрите прямо сейчас. Такого массового финала сразу двух проектов давно не было. Более 20 участниц, несколько месяцев обучающих мастер-классов и просто приятных встреч. Проекты «Мамочка года» и «Идеальная женщина» завершились весело и душевно. Это у нас юбилейный сезон, 10 сезон. В рамках 10 юбилейного сезона мы дарим поездку в Диснейленд на всю семью, мам, папа и ребенок. Естественно, борьбы никакой не было. И сегодня совершенно случайным образом, генератором случайных чисел, мы разыграем поездку в рамках проекта «Мамочка года» и в рамках проекта «Идеальная женщина» – поездку в Грецию. У каждой из участниц своя причина прийти на проект. Мы решили выиграть путевку в Диснейленд, пришли, собственно, сюда за ней. Ну, видимо, пришло время, что-то сиделись уже дома, хотелось что-то новое проверить для себя, для ребенка разнообразие. Что-то хотелось новенькое узнать про свои возможности, про возможности нашего города. В первую очередь хотелось, конечно, получить какие-то новые знания, навыки, стать идеальной женщиной. Очень интересная программа. Это позволяет женщинам сделать то, что не успевают сделать в жизни. Ну, во-первых, получить новые знания, но еще раз убедиться, что идеальная женщина. Внутреннее и внешнее преображение, мастер-классы и воркшопы, работа над своим мироощущением. С участницами проекта работали настоящие профессионалы своего дела. Мы с участницами «Мамочки года» провели урок классического танца, урок балета. Получили они у нас несколько советов по растяжке, на гибкость, на силу спины. Мы организовывали мастер-класс по робототехнике для мам. Сделали им интересную презентацию о лего робототехнике. Мы занимались преображением участников в идеальную женщину. Работали мы весело, с интересом, то есть девушкам понравилось. То есть мы все под большим впечатлением. «Мамочка года» – один из тех проектов, который именно продвигает это направление. То есть девочки не сядут на месте, девочки развиваются. Хочется их поддержать. То есть дать им возможность стать лучше и быть лучше. Бонус в виде главного приза не так важен, как те эмоции и новые знания, которые получили прекрасные участницы проекта. Стряска была очень крутая. Это действительно очень здорово, это уверенность в себе. Новые возможности в себе мы открываем. В ребенке, естественно. И, вы знаете, вы родной Челябинск как можно больше, еще побольше, скажем так. У меня семья как бы всегда меня поддерживает. Тут столько интересных людей, столько мам интересных. У меня проект оставил очень положительные эмоции, которые распространились на всю мою семью. Главный приз выбирали рандомно. Удача в этот день была на стороне Ирины Чадовой, которая в скором времени отправится отдыхать в Грецию, и Ульяной Аникеевой, которая до последнего отказывалась принимать подарок. Потому что меня зовут Ульяна Аникеева. Поэтому мы решили с мужем, что вот буквально сейчас мы стояли, переигрываем. Я говорю, да, конечно, переигрываем. Но зал отказался, девочки отказались, сказали, что это честно. И спасибо им, конечно, за это огромное. Проект проектами, все классно, здорово. И бонус в виде приза, любого или два сразу, это идеально. Как показывает практика, участие в творческих проектах наполняет жизнь новыми эмоциями. А поскольку завершение одного всегда означает начало чего-то другого, в следующем году челябинцев ждет еще больше новых возможностей. Узнать о них можно в группе «Хочу в проект». Роскошь проявляет себя не только во внешнем виде, но и в подарках нашим близким, которые мы готовим к Новому году. Несколько идей в формате люкс представляет имидж-студия Елены Ивановой. Косметика Институт Эстедерм Франция. Это Эриксон Лаборатория. Уход за любым типом кожи, за лицом и телом. Наша эксклюзивная косметика от Кюрбазар. Уход за руками и телом от Ларик. Косметика Голдвелл для ухода за волосами. Линейка Дуэл Сенсис и Киросилк. Все эти продукты представлены в готовых наборах. Вы можете собрать наборы самостоятельно. Еще одно предложение в формате люкс получила название Королева Бала. Это экспресс-подготовка к торжественному событию в VIP-кабинете. Насыщение кожи кислородом на аппарате Мадонны Интра Сьютиклс. Идеальные брови от бренда Хай Дефинишн. Работа Нейл Стилиста. Новогоднее покрытие. И работа парикмахера-стилиста. Процедура молекула красоты в продуктах киросилка, а также укладка и стайлинг. И все эти процедуры вы получаете за 2 часа. Имидж-студия Елены Ивановой. Только роскошные решения на улице Свободы, 98. Радуйте близких волшебством тайского СПА. Дарите сертификаты в Тайлутус. При покупке сертификата второй в подарок. Закажите бесплатную доставку по телефону 222-00-30. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее о выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Список из семи удачных нарядов для Нового Года открывает маленькое красное платье. И пусть наступающий 18-й год желтой собаки, именно с красным цветом часто ассоциируют главный зимний праздник. Подобная идея в бирюзовом оттенке для тех, кто любит этот цвет и прекрасно в нем выглядит. Людям практичным придутся по душе праздничные комплекты. Юбка-сетка с блестящим топом. Она же в бархатном исполнении с тематическим пуловером или же топ с брюками для тех, кто предпочитает комфорт в движении. И, наконец, две идеи под общим названием «Сдержанно, но эффектно». Платье А-силуэта, декорированное бархатными лентами и бантами. А также темно-синяя модель в духе Нью-Лук. Платье с атласными акцентами. Кстати, все это обязательно пригодится и в наступающем году. Обыграть эти наряды можно и под любое другое особое событие. За свою историю модельное агентство «Моделс» переживало разные периоды. К настоящему моменту очередной состав модели успешно работает в основном с российскими дизайнерами и фотографами. Поводом вспомнить успехи минувшего года стала вечеринка, посвященная дню рождения агентства. Фото вспышки, показы и поздравления. Множество длинноногих красоток, фотографы, блогеры и стилисты. Именно так празднуло свой юбилей модельное агентство «Моделс». За последний год количество моделей и новых проектов заметно увеличилось. Это был очень знаменательный год. Для нас самый такой проект – это открытие «Моделс Кул Китс». Мы запустили новый проект, теперь мы принимаем на обучение девочек от 7 лет. У нас очень много моделей путешествует по миру. Есть девочки, которые в этом году поехали первый раз. Сегодня мы их всех наградим и отметим на нашем праздновании. Уже 20 лет «Моделс» готовят модели для работы на международном рынке. Принимают участие в съемках лукбуков и показах российских и челябинских дизайнеров. В агентстве я нахожусь с сентября этого года. Я не так много где участвовала, но, наверное, самое запоминающее – это показы. Потому что это всегда довольно-таки интересный процесс. Вообще много таких событий – показы, съемки. А самое такое, прям, вспоминаю, что это был лонг-фэшн-вик. Слетала вот за границу уже второй раз. Я полетала в Пекин была, в Чинду была. Но это Китай. Вот это самое яркое впечатление, которое мне подарило мое агентство. Во-первых, я стала более уверенной в себе. Во-вторых, я стала лучше следить за собой, обращать внимание на то, как я разговариваю, выгляжу, вложены ли мои волосы по утрам. Это все привносит в твою жизнь достаточно много мелочей, которые ты начинаешь замечать после того, как становишься моделью. А те, кто выбирает путь модели – это постоянные тренировки, работа над собой. Ты должна всегда выглядеть хорошо, чтобы нравиться людям. За 20 лет своего существования агентство по-разному трансформировало свою деятельность. От организации конкурсами из Челябинск до работы с моделями разных возрастов и комплекций. Навсегда были модные показы и съемки для журналов. Кстати, в последние годы все больше заказов поступает именно от российских дизайнеров и рекламных агентств. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Платье невесты, свадебный макияж и прическа. Все три пункта стали номинациями первого чемпионата России – World Beauty Congress, принимать который выпала честь нашему городу. Победители этого этапа в составе национальной сборной представят свои работы уже на мировом уровне – в марте 2018 года в Индии. Чемпионат у нас начался с двух часов, было торжественное открытие. И первая номинация была «Свадебный макияж». Было пять участников, он уже завершился. Мы уже знаем победителя в свадебном макияже. А сейчас у нас продолжается номинация «Свадебная прическа». И после того, как они завершат, будет следующая, третья номинация – это номинация «Модный образ», где жюри будут оценивать свадебный макияж, свадебную прическу и то, во что они одели свою модель. Этот модный образ, выход модели будет сопровождаться музыкой, которую они записали, видеофильмом, который будет транслироваться на экран. Это будет такое шоу, которое они сами придумали. Здесь была дана полная свобода девочкам. То есть могли выполнять все, что угодно. Могли использовать любые материалы, могли использовать подкладки, объемы. То, что, допустим, в других конкурсах запрещено. Они у нас, мне кажется, ночевали на работе просто каждый день. Они приходили, они тренировались в прическу, выбирали, как будет лучше. Также макияж отрабатывали. Ведь надо во время же уложиться конкретно, это все равно. Надо руку набить, поставить, чтобы все было идеально. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть в первую очередь одаренного, талантливого профессионала, который, прям видно, что вкладывает всю свою душу, старание. Это очень важно. Также, как и сейчас, мастера за спиной моей творят. Я даже прям боюсь уже смотреть, что через эти, через пять минут, в которых я отвернулась, происходит. Я думаю, это чудеса. В отличие от вечернего или подиумного образа, в свадебном нужно быть осторожным с модными тенденциями и полетом фантазии. Однако даже в этих рамках работы конкурсантов вышли совершенно разными. Да, свадебные прически, вечерние прически – это одна из моих любимых работ в моей сфере. И, по сути, я участвовала, чтобы показать свой профессионализм. Весь образ у нас, по сути, создать его нежным образом. Я так думаю, что, наверное, это нам удалось. И в свете, и форме прически, и украшения. Буквально неделю назад я выпустилась как визажист в школе макияжа Светланы Гасмановой. Мне предложили участвовать, и я даже не стала отказываться. Я работаю в команде с парикмахера. И мы создали образ. В первую очередь мы учитываем модные тенденции 2018 года. Цвета, фактуры, вообще все. Все, что будет модно. Сам образ, он в стиле байкерши. Я работала в команде с дизайнером, она же моя модель. То есть мы вместе с ней разрабатывали платье. Она его шила, и она же его представляла. Выполнение прически без использования валиков, без использования накладных волос, без накрутки. То есть на своих прямых, ровных волосах. Прическа получается очень легкая, невесомая. Для невесты это очень важно. И у нас было очень много тем, мы почему-то сошлись вот на такое, то что яркое, рыжее, и должно быть что-то экстравагантное, необычное. И хотелось сделать акцент на глаза, но в процессе добавились еще и глупо-красные. Хотелось бы, чтобы мои невесты выглядели ярко, красиво, вот, и чтобы они были необычные невесты. То есть не совсем стандартные. Выявить самых лучших в отдельных номинациях и того, кто представит Россию на мировом уровне, поручили специалистам с многолетним опытом работы в бьюти-индустрии. Тартилова Татьяна! Дважды победитель в номинациях, и она же отправляется в Телли. Работы были действительно интересные. Чем выделили свиток конкурсанта? Это техника работы, чистотой, формой интересной и вообще всей подготовкой. Выбрана она как раз за эту легкость, за то, что есть полет, за то, что есть идея, поэтому она выбрана. Все, что мы планировали, все, к чему готовились, мы все сделали, все воплотили. Когда мы поедем в Индию, возможно, мы представим другой образ. Придумаем новые элементы, новую прическу, новое платье, чтобы еще раз удивить всех. Если бы я выходила замуж, то, безусловно, я бы повторила этот образ и просто получала бы истинное удовольствие и от платья, и от прически, и от макияжа. Победительницы Челябинского этапа получают от организаторов вступительный взнос на участие в чемпионате мира. Впрочем, и другие конкурсантки в этот день были отмечены за свои работы, наградами и дипломами. И, надеемся, загорелись желанием не сдаваться и выступить в следующем году. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. До 31 декабря в салоне проходит акция «1 плюс 1». Покупая один сертификат, второе вы получаете в подарок. Территория Тайского СПА. Улица Российская, 206. С 6 по 26 декабря совершайте покупку в бутике «Елена Миро» и выиграйте сертификат на 10 тысяч, 5 тысяч или 3 тысячи рублей. Новогодние скидки до 40%. Бутик «Елена Миро», проспект Ленина, 65. Все выпуски «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bz31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Продолжение следует.